2 марта 2023 года Симферополь Крым 8-летний штамп фундука сорта Азинбаш брал в четырнадцатом году у Ильяса Мерсинова самый поздний сорт я имею ввиду по срокам пыления цветы у него тоже вот только можно сказать в продвинутой стадии цветения то есть он сам себя пыляет по идее во второй части видео будет обзор орехов выход ядра бланшировка и так далее но вот сейчас я вам показываю что из себя представляет он на данный момент больше ни одного сорта фундуга даже морозостойкая вантеевская селекция уже давным-давно отпылила шедевры 4219 но он пылит просто сегодня холодно вообще пыльца летает 4 марта 2023 года Симферополь Крым анализ технических характеристиков сорта Азинбаш значит очень сильно хотелось мне бланшировать этот сорт в предыдущих годах я его пытался бланшировать также как я бланшировал трапезунт трапезунт бланшируется буквально за три минуты в микроволновке на среднем среднем режиме такого у Азинбаша не происходит там 10-15 процентов только отходит у него вот эта вот шкурка на ядре вот поэтому я его бланшировал так же как и шедевр три раза по три минуты каждый раз после бланшировки после термовоздействия такого трехминутного нужно дать ореху остыть и потом отшелушивать что могу сказать он бланшируется один ваш то есть он бланшируется на уровне шедевра а то и лучше вот за три раза три подхода по три минуты вот на видео многих итальянских сортов и американских там показано как бланшируются эти орехи вот та же самая картина и по азинбашу он примерно также бланшируется просто нужно знать как вот я сказал свой опыт свой эксперимент вот такое ядро круглое орех очень красивый он как с картинки и по самому цвету скорлупы по полосатости по округлости по округлости у него наверное один из самых высоких коэффициентов округлости он практически как шарик очень красивый орех вот оформленная таблица смотрите на восьмой год он не дал урожай 1903 грамма ну там что-то я раздавал что-то срывал ну два килограмма давайте будем считать сухого ореха ну вот вы скажете на восьмой год не маловато ли два килограмма сухого ореха может быть да может быть нет за ним надо наблюдать к нему нужен подход скажу так у меня он очень сильно загущается в кроне его нужно хорошо обрезать научиться его обрезать вот пока что сильно у меня загущенность кроне жалко было обрезать хотелось получить больше урожая но так вот она с годами коп купится не обрезанность это и скорее всего может быть к это привело к недополучению урожая потом дальше я сделал выход ядра на одном килограмме орехов то есть полностью килограмме очистил вот такой то меня получился выход ядра мне это показалось мало я еще сделал выход ядра там 100 или 200 штук получил точно такой же выход ядра почему потому что почему показалось мне этого сомнительно я получал 52 53 процента выход ядра на этом сорте потом начал я разбираться самими орехами вот нормальный орех ядро ореха но вот такого светло-коричневого цвета а в этом году у меня получилось вот почти половина вот таких вот орехов почти половиной я не знаю что это за ерунда такая вот в бланшировку бланшировку вот эту которую только что показывал я использовал только вот такие светло-коричневые ядра вот эта беда нездоровая была мною отложена почему так получилось что это за орехи они в принципе съедобные они невкусные но съедобные вот я вам показываю на контрасте вот отсюда и такой небольшой выход ядра но небольшой именно для этого сорта так в принципе даже этот выход ядра неплохо из достоинств еще что у меня это самый поздно пылящий сорт но из проблем у нас на юге опыление цветения ранних сортов проходит очень рано в январские февральские окна и когда начинает просыпаться азинбаш вот эти все сорта они уже почти южные процентов на 80 они уже опылились вот как в этом году ну частично он конечно допыляет я думаю что у него есть большая перспектива ну по крайней мере для исследований для анализа для наблюдения вот именно в более северных регионах там в районе средней полосы вот на этом заканчиваю обзор лайк дизлайк под видео обязательно подписывайтесь на мой телеграм там в разы больше информации добра мира привет из крыма